Добрый день! На библейский портал Экзегет поступают очень разные вопросы. В частности, и такой. Нужно ли подавлять свои негативные эмоции или лучше их выплеснуть, чтобы не копить раздражение и злобу? Ну, на самом деле, это, скажем так, актуальный вопрос не только христианской жизни, но и, наверное, современной психологической практики. И понятно, как этот вопрос родился на свет. Сегодня очень многие психологи говорят о том, что свои эмоции обязательно нужно проживать, что ни в коем случае их нельзя подавлять, потому что это приводит к очень негативным последствиям. И, наверное, отчасти с этим можно было бы согласиться, если бы не сделать одну оговорку. Дело в том, что прежде чем проживать какую-то эмоцию, прежде чем всецело ей отдаваться, нужно постараться понять, а есть ли у этой эмоции подлинное основание? Действительно ли эта эмоция имеет право на существование? Вот мне самому часто приходит в голову такое сравнение. Мы идем на рынок и покупаем там продукты. И вот, скажем, мы покупаем картошку, и вдруг кто-то говорит нам, что эта картошка стоит миллион рублей. Конечно, ни один человек в здравом метре, язык памяти не заплатит за картошку, за килограмм миллион рублей. Вот, а попытается узнать у продавца, что заставляет его ценить эту картошку так дорого. Ну и, скорее всего, просто отойдет в сторону. А вот в нашей жизни постоянно происходят такие вещи. Мы слышим некое предложение на что-то откликнуться в высшей степени эмоционально. Очень сильно разгневаться, очень сильно предаться печали, очень сильно затасковать и прочее, прочее, прочее. Это предложение исходит в данном случае не от какого-то продавца на рынке, оно исходит, как правило, от того, кто не хочет для нас ничего полезного, для нашего врага, который пытается таким образом причинить нам максимальный ущерб. И вот поэтому бывает очень важно понять подлинную, сказать так, эмоциональную цену того или иного повода для переживания эмоций. Мы помним все некого брата в потереке, который постоянно гневался на тех, кто жил с ним в одной обители, и потом он удалился в пустыню для того, чтобы там гнева избегать. Там у него не было никаких людей рядом, но был кувшин с водой. И вот как-то раз этот кувшин опрокинулся, и брат пришел в такую ярость, что этот кувшин разбил и понял, что нужно возвращаться и учиться жить снова вместе с братьями в путешествия и учиться там свою абсолютную безосновательную злобу, свою ярость, свой гнев изживать. Что мы можем видеть в этой, скажем так, хрестоматийной, потерековой ситуации? Человек гневался на кувшин за то, что он упал. Он был готов гневаться на абсолютно все, что происходило не по его воле. Но можем ли мы действительно сказать, что все то, что не происходит по нашей воле или происходит вопреки нашей воле, является основанием для переживания сильного гнева? Или же на самом деле это всего лишь навсего повод для того, чтобы заглянуть глубоко в свое сердце и понять, а почему для нас так важно, чтобы все было по нашей воле? Не наша ли гордость, не наше ли самолюбие стоит за этим сильным эмоциональным переживанием? И вот если мы начинаем бороться со своей гордыней, со своим самолюбием, со своим своеволием, то оказывается, что повода для этих сильных эмоций уже и нет. И проживать их совершенно не надо. Точно так же люди очень часто уходят в эмоциональные переживания, когда они сталкиваются с чем-то просто для себя сложным. Вот случилось что-то, чего мы не ожидали, выбивает это нас из колеи, ставит от нас перед необходимостью что-то сложное делать. И вместо того, чтобы задуматься, что делать, как делать, к какому результату можно прийти, мы начинаем по этому поводу переживать, задаем вопрос, да как же так, да как же это может быть. Опять-таки гневаемся, негодуем, малодушествуем. А вместо этого можно пойти совершенно другим путем. Можно спросить себя, вот я столкнулся с какой-то проблемой. Вот эта проблема наверняка имеет какие-то решения. И более того, наверняка от меня в этой ситуации чего-то ждет Господь. И если мы направляем свои мысли вот по этому пути, если мы начинаем искать выход, если мы строим план, как этот выход реализовать, если мы при этом призываем помощь Божию, то ни гнева, ни малодушия, ни раздражения, ни ярости мы, естественно, не испытываем. И таким образом, опять-таки, устраняется ложное основание для ложного эмоционального переживания. Ну и, наконец, бывают ситуации, когда действительно есть о чем переживать. Скажем, уходит из жизни близкий для нас человек. Совершенно естественно в такой ситуации и проливать слезы, и чувствовать сердечную боль. Но, опять-таки, и слезы, и боль, они должны растворяться ощущением надежды на милость Божию. Потому что мы понимаем, что никто и ничто из этой милости Божией не изъято. И таким образом, следовав путем подобного рассуждения, мы можем достаточно хорошо понять, когда эмоции действительно нужно проживать, вот, а когда нужно демонтировать самое основание этих эмоций, когда это основание является ложным. Ну и, соответственно, эмоции тоже были бы ложными. На мой взгляд, это очень важно для себя понять, чтобы не совершать тех ошибок, которыми часто наполняется наша жизнь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.